«Берегите нервы из квартиры выселять, берегите нервы! Ты за неё деньги платил? Нет! Я посмотрю на тебя!» Эти кадры сделаны в июне прошлого года. Около десятка мужчин спортивного телосложения в сопровождении судебных исполнителей и представителей правопорядка выносят вещи жильцов из дома номер 14 по улице молодых строителей. Светлана Дымова купила тут квартиру 6 лет назад. С того момента её жизнь превратилась в сплошное судебное разбирательство, говорит женщина. Начали эти повестки, но шли они на старого хозяина, я не реагировала, я не привыкла вскрывать чужие письма. И, конечно, их не вскрывала, мало ли, какие у человека дела. А ещё через год уже пошли повестки на меня. И первая инстанция, то есть отсудить у меня право собственности, лишить меня имущества. Квартиру покупала через банк, и я была полностью уверена, что это гаранты моей безопасности. Судебные повестки о лишении права собственности получили 19 семей. Юрий Шестов рассказывает, в 1998-м этот дом построили совместными усилиями людей и подрядчиков. Но в 2002-м году компания застройщика обанкротилась. Обанкротившаяся фирма «Маяк» забирает права на строительство этого дома и собственно на собственность этого дома у всех жильцов, которые внесли свои деньги, реальные деньги на строительство, будучи дольщиками этого строительства. Ну, естественно, мы обращались во все инстанции, которые только можно, вплоть до президента Украины на тот момент. Приходили стандартные отписки, что обращайтесь в суды, решайте вопрос в судах. Люди показывают стопки всевозможной документации, обращения в суд, прокуратуру и другие правозащитные инстанции. Более 10 лет они обивали пороги чиновников. Игорь Сердюков говорит, недавно обратились и к нынешнему руководству города. Надежда на помощь оправдалась. Судебная инстанция вынесла решение о том, что российская прокуратура не является правоприемником украинской. На основании этого все суды прекратили. Прокуратура в этом отказана. По российским законам в ликвидацию прокурор войти не может в ликвидационную процедуру. Поэтому прокуратура и благодаря, спасибо губернатору, юридическая служба разобралась в этом делом и вынесла решение признать те неправомерные документы о праве собственности, на основании которых Маяк получил право собственности, недействительные. Для законного оформления документов жильцам еще предстоит доказать свои права собственности в судебном порядке. Кира Калинина, Денис Александрович, программа «Наше время».